Предупреждение, штрафы, протоколы об административной ответственности. Покупка жилья может оказаться пыткой, если застройщик изначально нарушает закон. С мошенником столкнулась Наталья 7 лет назад. 7 лет назад отец приобрел данное домоводение. Мошенники обманули его. Решили документы. Поформляли все сами. Но мошенница довела до того, что дом не вела в эксплуатацию. И довела до судебных мероприятий. И исчезла, естественно. Продавец и мошенница. Оба, можно сказать, мошенники. Продавец живет в Испании. Живет еще в Краснодаре. Сейчас живет в Испании. Ему вообще дела не до этого. Решение суда снести незаконную пристройку судебной приставы выполняют свою работу. Сегодня проводится снос очередного самовольного строения в поселке Суко Анапского района. По решению суда с 2012 года данное исполнительное производство находится на исполнении службы судебных приставов. Должник неоднократно предупреждался об административной ответственности. Так как решение суда не исполнялось должником, совместно с администрацией сегодня проводится снос данного самовольного объекта. На сегодняшний день в службе судебных приставов города Анапы находится около 60 исполнительных производств о сносе самовольных строений. Судебные приставы будут сносить все самострои. Список из 60 только начало. Он будет пополняться. Обманутые жильцы и дольщики самостроев вправе обратиться в суд за возмещением ущерба морального и материального. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа. Регион.